В Барнауле почти тысяча пешеходных переходов. Половина из них регулируется светофором. Остальная часть отдана участникам движения под самоуправление. А на деле порой получается самоуправство, которое усугубляет пункт ПДД о том, что пешеход имеет преимущество на зебре. В Краевой столице можно выделить несколько мест на проезжих частях города, где двуногие в отсутствии светофора чувствуют себя хозяевами автомобильной территории. В их числе площадь Спартака, остановка Рабочая на улице Георгиева и Малахова возле крупного торгового центра. Этот пешеходный переход в выходные дни и в вечернее время становится нескончаемым ледским потоком, из-за которого оживленная проезжая часть превращается в огромную пробку. Порой ситуация настолько осложняется, что в саморегулировании отношений водителей и пешеходов приходится вмешиваться инспекторам ГИБДД. Пешеходы должны помнить, что даже на пешеходном переходе они имеют не только право, но и обязанности. Они обязаны убедиться в безопасности своего перехода, в том, что транспорт остановился, водители их пропускают и только после этого выходить на проезжую часть. Но в Барнауле гораздо больше других неуправляемых зебр. Поток пешеходов здесь небольшой, а ездят по дорогам, похоже, слепые водители. К примеру, на улице Цеховой в метрах 100 друг от друга есть два пешеходных перехода. Но, как говорят местные жители, ни на одном из них не дождаться, когда тебя пропустят. Спрячем камеру и посмотрим, сколько машин проедут, не заметив меня. Спасибо. Одиннадцатый только пропустил. Может, поэтому некоторые пешеходы и идут в обход переходов, понимая, что нет разницы, где рисковать своей жизнью. А на особо активных зебрах водители проявляют наглость, устав ждать, когда все пройдут. Как же быть? У пешеходов все же есть возможность перейти через дорогу. Говорят, для того, чтобы тебя пропустили, нужно смотреть водителю в глаза и сделать шаг на проезжую часть. То есть показать свое намерение перейти дорогу. А водителю, вероятно, стоит использовать звуковой сигнал, чтобы остановить пешеходов. Ведь не зря говорят, залог безопасности на дорогах не только соблюдение ПДД, но и взаимное уважение участников движения. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости. Спасибо. Спасибо.